Спроектировать и разработать, довести проект от идеи до первого прототипа. Для современных инноваторов, стартаперов и интеллектуалов давно нет ничего невозможного. Новые проекты в Самаре появляются и растут как грибы после дождя. Одни потому, что разработчик задался целью решить давно волнующие его или его знакомых проблему, другие потому, что выпускник вуза решил заработать на полученных в альмаматор знаниях. Однако на собственных амбициях далеко не уедешь. Бизнесменам и простым умникам рано или поздно приходится искать средства на развитие или реализацию своего проекта. Кто-то сразу, коллективы экспертов, которые точно знают, продать можно все, если постараться. Программа была основана в 2007 году именно на поддержку молодых ученых в возрасте от 18 до 28 лет, у которых есть научная идея с перспективой коммерциализации. Российские умники, у которых с такими идеями все отлично, уже на протяжении 8 лет борются за право получить грант в размере 400 тысяч рублей. Ежегодно финансовую поддержку получают проекты из разных регионов страны. При этом количество проспонсированных идей в некоторых из них исчисляется десятками. В Самарской области одних только заявок на участие в программе «Умник» 2015 года было подано свыше тысячи. Изначально около тысячи ребят изъявили желание участвовать в конкурсе «Умник». Из них был отобран 270 на этапе полуфинала, из них отобран 99 в финал, и сегодня 27 лучших получат гранты по 200 тысяч рублей в год. Я был поражен, потому что действительно здоровские проекты. Я хоть и не эксперт, но какие-то области для меня знакомы, и для меня было просто... Я думал, что экспертиза будет проходить гораздо сложнее, потому что проекты действительно все один лучше другого. В нашем регионе желающих презентовать свой проект экспертному жюри оказалось так много, что отбор участников конкурса пришлось проводить сразу в 11 крупнейших университетах области. По случайности почти все проекты-победители в вузах и разрабатываются. Шесть из них зародились в Самарском аэрокосе, пять в Самарском медуниверситете. Еще по четыре гранта ушли в руки инноваторов из Самарской государственной сельскохозяйственной академии и Самарского политеха. Три достались архитектурно-строительному университету, а еще по одному получили Тольяттинский и Самарский госуниверситеты. На протяжении двух лет местные умники будут ежегодно получать на развитии своего проекта по 200 тысяч рублей, которые в идеале должны не просто поставить здешние идеи на ноги, но и вывести их на рынок. Этого сегодня хотят и инвесторы, и, несмотря на возраст, сами разработчики. Конечно, мы хотели бы поставить перед собой более какую-то грандиозную задачу, может быть, выйти и на европейский рынок. Но пока на данном этапе мы все-таки думаем о российском рынке, планируем занять около 20% сегмента российского рынка. Причем рынка фармацевтического. Девушка с говорящим именем Надежда – магистрант Самарского политеха. По специальности – химик. Вместе со своими коллегами она решила подарить Надежду соотечественникам, страдающим эпилепсией и разработала аналог дорогостоящего иностранного препарата, который многие больные вынуждены принимать на протяжении всей жизни. Для авторов проекта и пациентов победа в конкурсе означает, что столь необходимый и, главное, недорогой препарат окажется на аптечных прилавках гораздо раньше. Основная задача – это все-таки опробировать наши технологии, потому что пока что у нас есть разработки в определенной стадии, то есть это ключевая стадия процесса, которая катализируется комплексами легандов хиральных на основе никеля. Наши конкуренты из США используют платину. Платин намного дороже, чем никель. Соответственно, у нас планируется еще очень хорошее такое снижение стоимости данного препарата. Этого парня-эксперта-инвестора тоже отметили. Его проект лучше других показывает, как должна формироваться и работать команда разработчиков. В прошлом обычный сварщик, инженер и два фрирайдера теперь авторы крупного проекта по созданию гибрида велосипеда и лыж. Они его спроектировали, и они же его обкатали. И, судя по собственным ощущениям, уверены, их разработку экстремалы точно оценят. Лыжи и сноуборд все-таки имеют какой-то потолок. То есть разъемцы до какого-то определенного уровня и больше выжить не можем. Ну просто все, какие-то грани есть. Здесь мы получаем определенные свободы, которые выше за гранью, допустим, лыжных способов передвижения. Устройство заключается в том, что мы можем пользоваться велосипедом в зимний период, не теряя навыков и умения кататься на велосипеде. Эксперты конкурса в успехе сноубайка тоже не сомневаются. Однако финансировать проект в том виде, каким его представили разработчики, они отказались. По словам жюри, и сам проект его авторы уже давно вышли за рамки конкурса. Развитию необычного устройства грант не нужен. Ему нужны реальные инвестиции, а, соответственно, иная конкурсная площадка, которых в Самарской области с каждым днем становится только больше. Что же касается тех, кто только планирует заняться инновационными разработками и бизнесом, они для начала могут показать себя в рамках очередного конкурса «Умник», который стартует в Самаре уже этой осенью.